Я хочу сегодня, может быть, продолжить немножко на эту тему говорить. Днесь искам на будущее, потому что малого, около 100 в высока. Хочу, чтобы Вы открыли свои письки. Можете, преподавание до 21-ти декоративных, 21-ти декоративных, 28-ти декоративных. Матея, 28-ти декоративных, 21-ти декоративных, 28-ти декоративных. Мы все знаем эти стихи, часто читируются, но они имеют очень глубокий проникновенный смысл. Христос предлагает нам войти в Его покой. Христос не предлагает нам войти в Него и успокоится. Мат. 28.11.28-30. Он говорит:"Придите ко Мне все трудящие и обремененные, и Я успокоюсь". Почему Он говорит к нам людям, которые живут нормальной жизнью, Он говорит:"Придите ко Мне и Я успокоюсь". Какова е причина Той да се обръща към нас, които може би живеем своя нормальная живота и да ни кани с думите и лати, за да Ви успокоя. Он говорил это людям еще в то време. Той казал това на хората от това време. А вообще, кто ходил возле Него, кто за Ним? И кои бяха тези, кои го следаха, с кого се срещаше Той? Какви бяха тези хора? Мама обременена. Да, там были разные люди. Различные хора имаше. Были люди Его ученики. Там бяха ученицы Тиму, которые очень любили Его. Они ловили каждое Его слово, каждый жест. Хващаха всяка дума, всеки жест Него. Были люди, которые нуждались Его помощи. Имало хора, които се нуждали от Негота помощ. Они ждали от Него исцеление. И очаквали исцеление от Него. Были просто такие, знаете как говорят на них, звиваки. Они любопитные просто. И много е тези хора, които просто любопитно стояли, така лепета оплата, за да видят какво ще стане нечто. Защото никога до тогава не срещали нечто подобное. Но были люди, които были очень враждебно с ним настроени. И в то же время имало и хора, които са настроени страшно враждебно. Они искали тако момента, где бы что-то такое найти в нем, чтобы зацепиться. Трстили как някаква дума, нечто, за което могат да се зацепят така. За да Го обвинят. То есть были самые разные люди, которые окружали Его. И этих всех людей Христос называет руждающиеся и примененные. И всички тези Иисус ги нарича оттрудени и обременени. От книги Желаний веков или... В живота на Иисус. И сказано, руждающиеся и примененные это все люди, хотя не могут этого и не осознавать. То есть се казва, че трудящиеся и обременени са всички хора, въпреки, че те може да не го осознават това. То есть это практически все мы, все человечество. На практика това сме всички ние, цялото человечество е включено в тази группа. Он говорит, что мы носим времена. То есть Иисус казва, че ние носим различни времена. Тяжести. Он не возлагал на нас этой тяжести. Той не ни ги оставил. Священо писание сказано, что Бог создал человека правил, свободил, достойно. Священо писание сказано, что Бог создал человека правил, достойно. Но люди пустились в разные свои дороги. И самое тяжелое бремя, которое носит человек, это бремя греха. Даже если мы не совершаем плохих поступков. Даже если мы можем быть очень хорошо воспитанными людьми. Дори да имаме много добро възпитание с добри навици и манери. Все равно грех е за то, что присущено. Въпреки това грехът е онова, което присъщество на естеството ни. Христос изпитал все то, что испытывает человек. Христос изпитал на себе си всичко онова, което човек изпитва и преживява. Он пришел на нашу землю для того, чтобы жить нашей жизни. То есть дойдя на земята ни, за да живее нашия живот, а го преживее. Чтобы пережить все вот эти тяжести, которые носит человек. И чтобы победить грех во плоте. И в тази плот да победи греха. И то време, которое мы носим, мы можем чувствовать его, а можем не чувствовать. Времето, которое много честно носим, от една страна може да го осознаваме, а от друга страна може да не чувстваме, че го носим. И он хочет открыть нам эту проблему нашу. И Господь иска да открие тази проблем пред нас. И он говорит, придите ко мне и вы увидите свое ущерб. И за то она Той казва, елате при мен и вие ще видите своята нужда. Только в присутствие Христа человек может увидеть себя грешником. Само в Христовото присутствие човекът може да се види като грешник. Мы можем прочувствовать то лишнее, что мы носим в себе. И може да осознаем това излишното, с което сме се натоварили, което носим в себе. Знаете, многие християни, вроде бы и в церкви, и адвентистски помочи. По християни и в различни церкви. И могут много делать, многое. Всъщо и от нашата церква. Може да вършим най-различни неща. Но при этом не иметь радост. Но в същото време да няме радост. От это и есть отсутствие покоя. И това всъщност е отсутствие на мирът, на покоя. Христос, во-первых, хоче дать нам свободу от греха. А Христос най-напред има желание да ни освободи, да ни даде свободата от греха. В 58 главе книги пророка Исаии сказано, что Он поменил наши немощи, наши болезни, наши бремена. Он был изъявлен за грехи наши. Той был наравнен за нашите преступления. Всичко наше только поменил. И Он обеспечил каждому человеку, живущему на земле, спасение. Свободу от греха. Это не значит, что мы сразу освобождаемся от греха и становимся святыми. Тот это плоти. Но Он дает нам свободу от того греха, который дали нам. постоянно не притискан и обременял. Я хочу прочитать еще одно предложение. Покой, который предлагает Христос, зависит от четко определенных условий. Мира, покой, от който не предлагает Христос, зависит от много ясно изразений условия. Эти условия, то есть их может выполнить каждый. Тези условия, обаче, всеки може да ги исполни. Господь говорит как, каким образом мы можем получить этот покой в Него. Потому что Господь ни разкрила какъв е начинът, по който можем да получим този мир в Него. И Он говорит, возьмите Иго Мое на Себя. И начинът, средството е, вземете Моето Иго върху Себе Си. 29 текст. Возьмите Иго Мое на Себя. Возьмите Моето Иго върху Себе Си. Что это за Иго? Какво е, обаче, това Иго? Какво представлява то? Что значит снять време какое-то тяжество? Какво означава, да снявим Себе Си някакво време и след това пак с друго Иго да се назвали? То есть ту тяжесть, как мы понимаем, мы носим свое личное, нам нужна и его отказа. В първата час разбираме, че това е тежеста, която всеки един от нас лично носи и която Христос иска да вземе от нас, да се откажем Него. Но Христос оказывается на нас еще чтото е диване. Но в същото време Той е натуловарива с общие нещито. Знаете, многие люди именно христиане так и представляют себе, что если они станут христианами... Множество христиани си представят следната картина. Когато станат христианами... То есть тут есть какие-то ограничения. Какие-то суровая дисциплина должна быть. Да, суровая дисциплина. Посмотрите, что пишет нам Дух Парачито. То, что говорит Христос, возьмите Иго Мое на Себя, это орудие служения. Объясняйте какво означава Вземете Моето Иго върху Себя си. Това е средството за служение. Мы призываемся Христос на служение, которое продлится всю нашу жизнь. От Христос сме призваны на служение, на служба, която ще продължи пред целия ми живот. Мы должны взять на Себя Его Иго, чтобы стать Его Сработниками. Нужно е да вземем върху Себе Си Неговото Иго, за да станем Негови Сработники. А теперь самое главное. Иго, которое делает нас служителями Бога, это Его Закон. Игото, което ни прави Негови служители, е всъщност Неговият Закон. Христос сказал, что Я пришел прославить и възвеличить Закон. Защо Христос сказал, что Аз дойдох за да прославя и за да Ти издигна, да възвелича Закон. Это Великий Закон Любви. Това е Великият Закон на Любовта. Помните, мы вчера читали из книги Причи Исуса? Я цитировала, вернее, этот статус, где сказано, что все мы должны принять Закон служения. Этот Закон был открыт еще в Деме, Адаму и Еву. Он был открыт и Абраму, и Абраму, и Абраму. Он был открыт на Синае. И в Новом Завете. И по Закон Любви. Закон на Любовта. Именно здесь, на этой земле, мы начинаем готовиться к жизни на Небе. Закон Божий, он выражен не просто в таком словном варианте. Концентрация Закона. Концентрация Закона выражена на Думе. Закон – это так написано. Так говорит Господь. А Законът по принцип е, така е написано или писано е, или така казва Господь. Това е Закон. Когда мы озабочим тем, что мы имеем характер недостойный и несовершенный. Когато се беспокоим и се грижим за това, че характерът не все още не е устойен. Че все още не е така, както би трябвало да бъде. Когда мы видим, что мы не так быстро движемся в своем усовершенствовании характера. Все это тоже беспокоит. Но Христос говорит, что любовь е совокупность совершенства. А Христос ни раскрыва, че любовь, всъщност, е совокупность на совершенство. Это то, что делает нас действительно слугами Божьими. Когда мы Закон любви выражаем в своих действиях, в своих отношениях. Когато Закон на любовь его изразяем в делата си, в взаимозвращениях си. Пророчество Елен Вайт называет это наше совершенство характера следующими словами. Елен Вайт нареча това наше совершенство. Совершенство на характер. Когда быть благословением для других становится потребностью. Совершенство на характера, казва тя, е когато да станем благословение за другите, се превръща в наша лична потребность. Когда мы уже не можем не быть благословени. Это тот уровень, на котором мы уже определяемся как совершенный. Еще в другом месте сказано о совершенстве, о святости. За святости и за совершенството се казва така. Это полное согласие с Богом. Това е полно согласие с това, което Бог казва. Христос много раз демонстрировал именно такой уровень совершенства своего характера в различных ситуаций. Первое, когда он был в пустыне, когда он был изкушаем от дьявола. Я пытался его изкусить, чтобы он оторвался от своего отца. Сатана го изкушаваше да се откъсне от отец. Первое, он говорит, ну, ты голодный, возьми и делайте камни хлебами. Он хотел вызвать в нем неверие. Но Христов сказал, не хлебом один будет жить человек. А Иисус нам казал, что не сам схлеб, что я и человек. Он сказал, что Слово, което излиза от Божьего Духа. Второе искушение. А второе то? Когда Сатана хотел, ты брось тебя вниз, чтобы Бог тебя спас. Сатана сам бы предизвикал, скажи долго, что Бог тебя спаси. Христос сказал, написано, не искушай Господа Бога. А Иисус ему отговорил, думайте, что написано, да не искушавашь свой Бог. Сатана хотел Христа искусить самонадеянностью. Опитваше се да му внуши самонадеянность. То есть поколебать его веру. За да разколебая вера. И третье искушение. Точно так же Христос победил Слово написано. И третото по същия начин Христос победи с Писането Слово. Вот это полное согласие с Господа. Това полно согласие с Господа. Это ист наше служение. Его закон о любви. Това е нашето служение към закона му на любовь. Мы часто любовь определяем как чувство какое-то. Много често любовта е определяна как чувство, эмоция. Я не чувствую любви, как мы говорим, к своему брату или к сестре, чтобы сделать ему что-то хорошее. И си казваме, аз не чувствам никаква любов към моя брат или сестра, че тръгна умишлено нещо добро да му направят. Нам кажется, что я должен сделать это. Это не есть исполнение закона. На первом месте стоят наши отношения к Богу. Защото в исполнението най-напред стоят взаимоотношения к Богу. И где меняются наши чувства, эмоции, отношения? Где оно меняется? Когда мы смотрим на Крест? Потому что когда мы пристально смотрим на любовь, мы начинаем видеть Иисуса, который умер за нас. Мы начинаем видеть ту любовь, которую Бог испытывает к нам. Прозираме вече тази любовь, которую Бог испытывает к нам. Та любовь, которая единственная, может изменить нас. И това е тази любовь, която може да ни промени единствено. Потому что у Бога нет другого средства, чтобы... Бог няма другое средство, через което може да ни промени. И вот эта любовь делает нас способными служить закон любви. И тази любовь ни прави способни всъщност да служим на Неговия закон на любовта. Когда мы понимаем, что Христос умер за меня лично, мы начинаем понимать, что Он умер точно так же и за мои брати и сестры. И за каждого человека на этой земле. Мы все в Христе равны. За что-то в Христос всички сме равны. За вот эту поездку, за это время, пока мы здесь. За то пасувание, в което ние сме сега, за пасувание до България. Я очень много думала, наблюдая за теми людьми, которые заселятся, радуются, кушают, женят за... Някакси... Замислих много за тези хора, които така безгрыжно си живеят, радват се, свирят, едат, пият, женят се. Я понимаю, что очень много работа есть им сделана для того, чтобы эти люди узнали о Любви Божьей. И осъзнавам, что колко много работа има още да се свърши, която ми е свършена, за да може до тези хора занесе лист за Любовта на Бога. И вот видя то масса людей чувствую свою безпомощность. И като виждам тази масса, това множество хора чувствам своята безпомощность. Я чувствую, что мне не хватает силы для того, чтобы что-то... Чувствам, что нямам силы, за да направя нечто много, нечто голямо за тебя. Я думаю, каждый христианин чувствует подобное. И струяме се, че всеки христианин вероятно чувстват нечто подобное. А ведь Христос придет тогда, когда каждый человек на этой земле будет получить свидетельство. И сделает свой выбор. И мы должны им да свидетельствовать. И от нас се очаква това, да дадем това свидетельство. И только тогда придет конец. И само тогава ще дойде края. Но как им да свидетельствовать? Какъв обаче е начинът? Как да го направя? И вот эти вот все въпроси, они как-то меня очень волнуют. И всички тези въпроси меня волнуват много. И читая от Питни, читая до Пророчества, я понимаю, что есть один только путь. И като изучавам Биглията, свидетелствата от Духа на Пророчеството разбирам, что има само един път. Только Любовь Божия способна удивить этот мир. Я сделала для себя открытие. И я за себе си открих нечто. Чем больше эти люди будут погрязать своем веселье, даже в горе, в каких-то проблемах своих, тем ярче эта Любовь Божия будет их удивлять. Колкото повече тези хора в обществото се потапят в своето веселье, в своята безгрижност, в своите радости и проблеми, толкова повече Божията Любовь, когато им бъде поднесена, ще ги удиви, ще ги привлече. Но Христос сказал, что по мили умножение беззакония во многих охладеет Любовь. И в същото время Христос сказал, что колкото повече беззаконието се умножава, толкова повече Любовь в многих охладнее. И это е наша проблема. И това е нашият проблема. Нас могут руки опуститься. Мы можем предаться тем развлечениям мира. Или пак можем и ние да се впустим в всичи тези развлечения на Божия. Мы можем тоже войти в какое-то свое собственное беспокойство. Или в някако собствено свят на беспокойство да се завъртим. И мы можем потерять это Любовь. По такъв начин да изгубим поглядъци от тази Любовь. Но как ее сохранить? Как обаче да ее сохраним? Как явить это свидетельство и как? Как да ее раскрием като свидетельство при този свят и как да се развивам и да растеем в тази Любовь? Христос предлагает придите ко мне и я успокоя вас. Това е отговора на този въпрос е в предложението на Христос. Явате при мен и я ще ви успокоят. Искупление это процесс приготовления к жизни на небе. Эта подготовка означает познание Христа. А тази подготовка означава познанието, познание на Христос. Она означает освобождение от помыслов, привычек и обычаев, приобретенных в школе Князя Тьмы. Тя означава освобождаване от навиците, от мислите и обичаите, които са придобити в училището на Князна Тъмнината. Человек должен быть свободен от всего, что противоречит воле Божия. Для вас нужно быть свободен от всего, което противоречит ясно Божия воле. Можем да взем решение. Это все то, что от нас зависит. Я буду жить так, как написано. Ат ще живет так, как то е написано. Это Мой выбор, Мое согласие. Это Мое решение. А Христос будет совершать Свою любовь во мне. И это все приведет к совершенному покое и совершенному миру с Богом. И сказано, многие из тех, кто называет себя Его последователями, озабочены и встревожены, потому что боятся довериться Богу. Многие из тех, которые называют себя Его последователи, са загрязаны и встревожены, потому что боятся довериться Бога. Они не повиноватся Ему полностью, потому что страшатся последствия такого повиновения. Они не слушают в полноте, потому что боятся последствия за такое слушание. И не найти мир до тех пор, пока не подчинятся воле Бога. Они не могут найти мир с Бога до того, пока не подчинят себя на Божьем и воле. Причина и всякое беспокойство являются в себе любви. Причина и всякое беспокойство являются в себе любви. Но ценность наших дел, то, что мы делаем, мы можем много делать, мы можем строить санатории, мы можем церкви строить, мы можем евангельские программы проводить, не иметь этого мира. Но наша ценность все крива тук по-надолу, но прежде, че мы могли бы сделать много дела, строим санатории, церкви, програми и т.н. Но ценность наших дел обусловлена тем, насколько мы воспринимаем Святой Дух. Ценность на наши дела, важность на наши дела, се обуславят от того, до какого степен ние воспринимаем Святия Дух. И упование на Господа освещает наш разум, помогает... Упование в Господа освещает нашия разум и ще ни помага търпеливо да понасиме всичко. Поэтому очень важно, насколько мы находимся в взаимоотношении с Богом. Те, кто доверяются Христу и вручают на Него свое сердце, обретают мир и покой. И ничто в этом мире не сможет опечалить их. И ничто в този свят няма да може да ги разтревожи. Потому что присутствие Иисуса вселяет радост. Да, потому что присутствие на Христа Иисуса ще вселя в тях радост. В совершенном согласии, в совершенный покой. Знаете, насколько важно всякое Слово Божье. Принять свое сердце. Да бъде приятно разумно в сердце. Это приносит совершенный покой. В сердце такова человека совершается Божия любовь. В сердце таков човек развива Божията любовь. И он исполняет Божий законный статус. Аминь. Аминь. Аминь.